Всем доброго времени, с вами Марета, давайте посмотрим такой расклад. Кто следил за вами в последнее время, да, кто следил за вами в последнее время, кто следит, то есть за последние сутки, кто за вами следил, кто узнавал за вас информацию, давайте посмотрим, кто за вами следил, кто узнавал информацию, какую вообще, да, кто за последнее время, точнее, да, следил за вами, узнавал информацию, кому вы интересны давайте посмотрим кто следил и узнавал давайте смотреть сразу две карты надо же вот эти отложу эти размешаю кто за вами следил да интересно за последние сутки прям пристально наблюдал кто за вами следил пристально наблюдал и сразу нас колода с нами разговаривает выложила у нас сама тут карты сама колода выложила две карты хорошо давайте смотреть открываем видите здесь человек который находится в тупике то есть это может означать и блокировка человек который застрял запутался запутался в отношении вас то есть не понял что он сделал то есть здесь видите тупик эта же карта может быть и блокировки то есть человек у которого львы либо вы в блокировки либо он в блокировке до человек с которым было отношение но резко прервалась то есть это может быть как и женщина это может быть как и мужчина то есть вообще здесь будем смотреть сейчас всех то есть кто выпадет конечно тут идет такая информация что здесь этот человек сам запутался может быть прерванно отношения вы могли зайти в тупик и с этим человеком не общаться до рог изобилия следить человек именно за тем что вы покупаете что вы кушаете какие у вас финансы следить за вашей роскошной жизнью потому что на самом деле да на фотках одно в жизни другое то есть вот вы сфоткаетесь ада он думает ой вы там вещах там на 50 тысяч вот здесь следят за финансами что вы едите что вы кушаете да рог изобилия может быть быть вы выставляете какую-нибудь еду да или может быть в этом ну как бы человек следит за вашими финансами ему интересны то есть ваши ходы заработков да то есть и человек как бы ну и между прочим человек сам как бы хорошо тоже живет я бы не сказала что он нуждается но здесь первое что мне пришла энергия мужчины будем дальше смотреть да это идет мужчина знаете такой мужчина хозяин своего слова то есть да и вообще много людей посыпалась вы замечаете да что у меня карты сыпется во многих раскладах они пытаются мне тут сами со мной разговаривать просто бывает вот крепко держишь и они сыпятся они сыпятся то есть да значит информация есть да это следит мужчина который сам хорошо зарабатывает и вот знаете как бы следит и вот и вы так хорошо зарабатываете этого мужчина кстати может быть недоумение почему вы так живете да круче чем мужики или больше чем мужики зарабатываете то есть да у мужчины могут быть еще и такие вот вопросы вот дальше женщина за вами следит хандрит и печалится а чё ты печалишься сейчас просим почему прям слезы льет у него какая-то какое-то наваждение знаете тут тоже вы не общаетесь с этой женщиной то есть да это может даже быть родственница вот ну здесь знаете какой-то страх то есть она наблюдает за вашими действиями она не знает какие действия вы сможете сделать в ее сторону здесь может наблюдать с разных аккаунтов знаете вот так вот зайти заблокировать разблокировать вот вы выпали это вы выпали то есть воительница воюет за вашими действиями и изучает вас то есть она вас изучает для чего ты изучаешь то есть она она вас знает вы с ней общались это может быть подруга там или там сеструха какая-то, но она изучает ваши действия сейчас, потому что здесь больше страха к вам в данное время присутствует. Давайте посмотреть. Ну да, потому что здесь, видите, перевернулся дом аистов, здесь могли нарушиться отношения, то есть ей тяжело. Ну почему? Давай, рассказывай. Ну не чувствует она себя счастливой, да? То есть смотрит в зеркало души, а там видит изображение боли, слез и огорчения. Здесь, знаете, как вот... Ну женщина смотрит в зеркало, да, как бы быстро, отходя оттуда, то есть она может вас блокировать, смотреть, что там случается у вас происходит, да? Вот знаете как? Сейчас я вам объясню. Вот она вас заблокировала и быстро разблокировала посмотреть вашу аву и заблокировала опять, понятно? Вот. Дальше следят люди за вами, сдалека. Зачем следят? То есть множество людей следят сдалека. Вот. Это может быть общество людей либо компания. У них нету сейчас физического доступа к вам, а ковы. Приехать они к вам не могут. Не хватает энергии вашей карта бездетности. Не хватает энергии вашей. Обеднели. Перестали с вами общаться и обеднели. То есть, да, все закончилось. Обеднели. Тяжело, больно. Вот. Хотят исцелиться за ваш счет. Знаете, смотрят на вас и исцеляются. По фотографиям смотрят. Смотрят по фотографиям, изучают вас по фотографиям. Да, кто там еще следит? Угу. Ух, как. Кто еще следит? Смотрите, следит за вами мужичочек такой, знаете, мужичочек, который живет еще в иллюзиях. И он выбрал свободу. Вот он от вас отказался и выбрал свободу. А что ты следишь? Свободу выбрал, другую бабу выбрал, вас нахуй послал. Простите за выражение. Вот такой следит. И сам в капкан попал. Ох, как я заговорила, да, стихами. А у него, как полнолуние, а как ночь наступает, так сразу вы в голову лезете. Романтические встречи с вами, переписки, знакомства. Но вот тот мужик, который вас оставил, тот мужик, который вас забыл, тот мужик, который ушел, да, и сейчас переживает. Тут мужчина, смотрите. Вот многие поняли, да, о ком я говорю. Но я бы вам его не советовала бы принимать обратно. По причине обычной. Потому что рядом с ним идет женщина. Он отказался от вас ради женщины, ради девушки, может быть, моложе вас. Нахуй таких в пиздугнат. Вот. Здесь даже вот такая вот информация. Вышло мне, что, да, человек отказался. Там ради вот просто повелся, отказался, да, и вот так вот как бы сейчас страдает. Знаете, и с ней хорошо, и вас вспоминает. вспоминает. То есть, и следит. Ну, только в интернете, девочки, только в интернете. Далее. Следит за вами какая-то лисица. А что ты следишь? Такая, знаете, нету у нее своей воли, там, ну, слова своего, точнее, своего мнения следит за вами, да. Вот. Это такая женщина, она, вот, знаете, сидит у себя дома и боится рисковать. Она не рискованная. Вот она просто сидит, сохраняя свой очаг. Вот. Такая домашняя мадама. Она просто вот строит из себя какую-то святую, ну, подстраивается под людей. Следит она за вашими рисковыми действиями. Возможно, вы как-то симпатизируете, да, вот. У нее какой-то страх перед вами. Собирает она просто информацию о вас, вот, просто как о человеке. Вы ей просто интересны, просто интересно. Понимаете, да, о чем я говорю? Дальше следит тут еще за вами такой мужичочек. Находится он сейчас в каких-то ограничениях, в сетях. Он запутался. Кто он вам? Вам он кто? Да кто? Да знал он вас, как красивую женщину знал. Хотел с вами наладить контакт, но вы его отшили. Тут какой-то мужчина, которого вы отшили. Смотрите, надо же вот эти карты у нас грохнули. Сейчас я все рассмотрю. Вы его отшили, этого мужичка, и сказали, что нет, я не могу с тобой быть. Ну, раз они все упали у меня, да, дали понять, что их открыть, я сейчас их и открою. Ну, смотрите, скучает за вами, собирает информацию о вашей личной жизни. Ну, у него тоже какая-то бабенка находится между двух дорог, перекресток, распутье. Но там Адам, которая с ним рядом, он к ней охладел, он к ней остыл. Вот. И, кстати, ему высшие силы за вас отомстили. И сейчас он беспокоится. Знаете как? Наверное, это мужчина тот, который вам нравился, да, но он зашел в отношения, в общение с вами с такой, знаете, с такой манерой, что я с тобой несерьезно, да. Вот так, вот так, это сейчас быстро догорит. Сама потушу, не хочу. Я с тобой так несерьезно, да. Кто еще? Вот еще у нас мужчина следит, хочет с вами отношения прояснить, наказать вас. За что, дорогой? Блядь, за то, что он считает, вы в его семью влезли, блядь. И он такой недоволен, тяжело, тяжело ему сейчас. Вы, не вы, не вы, а, блядь, знаете, что идет? Так, я рассказываю события. Первый мужчина, вот сейчас вышел за вами следить, тот мужчина, который считает, что вы влезли в его семью. Вот. Второй мужчина следит за вами, хочет исцелиться вами. Забыть свою прошлую любовь вами. То есть, такого пидораса нахуй тоже. Ему будет бумеранг. Далее, следит за вами еще один мужчина. Тут больше мужчин, да? Идет. А что ты следишь? А за ребенком вашим следит. Ребенка еще от вас хочет. И за вашим следит. И ребенка от вас хочет. И болеет, переживает за то, что как вы там с ребенком. Что вы там? Это может быть ваш муж. Вот. У него сейчас сердце измученное. Он закрыл вас в сердце. Это либо бывший муж, который сейчас не в очень хорошем положении, либо мужчина, от которого у вас ребенок. Такое ощущение, что он привязан, либо находится в заточении. Это в тюрьме. Он запутался. Далее. Мадама еще следит за вами одна. Ну, тебе хули надо. Вот. Она тоже за вами следит, боится, что вы мужика ее уведете. Вот. И боится чар ваших. Кто-то меня может смотреть или, знаете, не хочу говорить такое громкое слово ведьмы. Я здесь ведьм не вижу, которые у меня. Даже, смотрите, не обижайтесь. Хотите обижайтесь, хотите нет. Вот мне здесь люди пишут. Я смотрю вас. Я ведьма. Вы знаете, тот, кто ведьма, об этом не кричит. Успокойтесь. Я тут энергии ведьмы не чувствую, кроме себя. Так что успокойтесь. А если вы там три-четыре раза на картежках раскинули или там взяли свечу, скрутили и почистили себя, это не значит, что вы ведьма. Поверьте мне. Путь ведьмы это путь ведьмы. Он нелегок. Вот. Не каждая там сможет быть. Это путь не для слабых. Поверьте мне. Так что давайте громкими словами не будем разбрасываться. Далее. Кто-то пишет вам письмо и хочет его отправить. Вы получите письмо. Ох, давайте смотреть, о чём это будет письмо. Так. Вот-вот на днях получаете письмо. Так. Это письмо будет о чём? Это письмо будет о чём? А предложение? Что за предложение? Не нравится мне это предложение. Смотрите, здесь может быть подстава от ментов. Подставить ваш бизнес захотят. Поняли? Закрыть вас захотят. Либо посланный, засланный человек. Вот. Который медленно вынашивал этот план. Понятно? Далее. Следит за вами ещё мужчина, который постоянно находится в дорогах. Постоянно. Просто вот в дороге, в дороге. Может, таксист. Может, работает где-то. Может, ездить постоянно, да, часто. Ну, блядь, знаете, хочет раскрыть какой-то ваш... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хочет раскрыть ваш обман. Хочет какой-то обман раскрыть. Считает, что вы его обманули. Желает вам смерти. Болезни желают вам. Ну, что ты? Кто такой вообще? Сейчас мы его вытянем. Кто ты такой? Желает, хочет раскрыть ваш обман. Желает вам смерти. Вот это мразота оъебливая. А за то, что вы не пошли по той дороге, по которой он хотел. Знаете, такой мужик, как баба. Язык у него помело. Помело, помело, помело. Как баба базарит, блядь. Завидует деньгам вашим. Сам бедный, нищий не только финансово, а духовно, но строит из себя мудреца. Боится вас. Смотрите, он вас боится. Вот. Но желает вам смерти. Боится вас. Это мразь. Окей. Это может быть ваш родственник. Или же просто тот человек, с которым вы пересекаетесь. А либо же тот человек, которого вы знаете заочно. Понятно? Вот знаете, рыбы. Здесь рыбы попадают. Вы хотите молчать. Вы ничего не хотите говорить. Вы хотите просто слушать и всё. Вот так вот. Просто слушать и всё. У кого-то прям рыба, дерево, рот. Ну, кто-то мечтает о детях. Кто-то мечтает о хорошем будущем. Ваших детей. Всё будет у ваших детей. Кто смотрит меня. Матери-одиночки, которые воспитывают. Вы сможете. Сможете. Не переживайте. Оставьте душевные терзания. Вы сможете всё дать своим детям. Как бы тяжело не было. Опять у нас выходит богиня Гегата. И она предупреждает. Это тоже предупреждение. Что ты хочешь сказать? Детка дорогая, за тобой наблюдаю. Я даже не за тобой наблюдаю даже не в интернете. Наблюдаю двое мужчин вживую. Как будто едут на машине. Хорошо. Вот он и вышел. Зачем, значит, они наблюдают? Почему они наблюдают? Какая-то зависимость. Они наблюдают от мужчины. У него зависимость. Какой-то бывший поклонник, бывший мужчина зависим от вас. Понятно? И он посылает этих людей, чтобы они наблюдали за вами. потому что есть чувства и есть препятствия какие-то. Он не может к вам подойти сейчас. Он отправляет людей. Ёптвой рот. Ёптвой рот. Ты что, желаешь смерти? Этот мужчина желает смерти. Ты желаешь смерти или что? Какой-то мужчина, он посылает этих людей за слежкой, чтобы следили. Но ты желаешь смерти или что? Что это, блядь, такое? Я еще не знаю, он говорит. У меня разные разные мысли. Я и страсть к тебе испытываю, и смерти тебе желаю, если ты с другими будешь, чтобы ты сдохла, реально сдохла. Вот так вот. Вот такой у нас был расклад. Вот такие люди следят за вами и оказывается не только, да, в интернете. Смотрите, напоминаю, что расклад является общим. Кто мне здесь пишет? Такие ебанашки вообще. Вы зачем мне пишете? Не мой расклад, не мой расклад. Ну, понятно, что не ваш расклад, для этого есть общий расклад. И еще раз повторяюсь, что я не такая ебанашка, как другие здесь ваши, якобы, всевидящие. Я не буду ни перед кем унижаться. Я что вижу, то говорю, если вы мужику не нужны, я говорю, вы нахуй мужику не нужны, у него другая баба. Да, я никогда не буду говорить, что он вас любит, он ждет, он идет к вам. Пять лет уже, да, гадают вам тут вот эти ебанутые таро-трансформации, всякие, блядь, ебанашки вот эти вот, которые гадают. Вам уже пять лет, да, мужик идет, а на самом деле уже там седьмого ребенка делает, и баба ему его носит. Так что открывайте, пожалуйста, свои сердца для нормальных людей. Научитесь обидеть людей, потому что лучше уж горькая правда, чем сладкая ложь. Я очень сильно была удивлена, ко мне обратилась женщина, она обратилась к одной шмароебке здесь, которая делает расклады, я уже не помню, как ее зовут, Дагма, Хуя, Гма, Таро, я ее рот ебала. Реально просто, она наебывает так, я бы их всех пиздила бы ногами, просто реально, потому что такой наеб, и вот эти дебилки реально ведутся. Такие бабки платят. Я не говорю, что здесь есть специалисты хорошие, действительно есть хорошие специалисты, нормальные, адекватные, да, специалисты. Но почему-то вот вы идете другими стопами, хоть чувствуете, да, этих специалистов, хотя бы чувствуете их, понимаете, к кому вы обращаетесь. Вот она обратилась, она такую хуйню наговорила, что мужику она нужна, и там приворот на нем, короче, да, какую-то хуйню наговорила, она отдала деньги, около 100 тысяч, это пиздец. Пришла она ко мне, ни приворота нету, не любит ее мужчина, просто он ушел без приворота. Вот не на всех приворот, если мужчина уходит, это не значит, что на нем обязательно приворот. Он просто может уйти, вы можете просто ему разонравиться, он может вас разлюбить, он может полюбить другую женщину. Если ваш мужчина резко повелся на другую женщину, это не значит, что на нем приворот. У меня были очень... Что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Ну, подойди, покажи мне. Вот. И были такие моменты, когда мне пишут, а вот он ушел резко к той одной шмале, я ее знаю, точно на нем приворот. Я смотрю, приворота нету. И они прям хотят, чтобы у них был приворот, понимаете? Ну, еще раз повторяю, если я вижу привороты, я сама их делаю, и привороты, и порчи. Если я вижу эти привороты, я говорю, что приворот есть. Если я не вижу, я говорить, что он есть, не буду. То есть, давайте смотреть правде в глаза. Я боевой маг. Я вот все буду говорить то, что как бы я вижу. То есть, еще раз повторяю, если вы мужику нахуй не нужны, я так и говорю, что вы ему не нужны. Хотите черный приворот заказать? Да, я могу сделать. И приворот, и порчу, и все, что я могу. Я достаточно как бы, да, как бы могу многое сделать. Вот. Был такой момент, ко мне обратилась женщина одна, Виолетта. Я ей говорю, Виолетта, вы простите, но вы мужику не нужны. Она говорит, да, Марета, я знаю. Поэтому я обратилась, да, вы все правильно сказали, нету на нем приворота, я ему не нужна. Можете сделать приворот черный, кладбещенский, через мертвичину. Да, я ей сделала. Да, я не буду разглашать кто как, это было пять лет назад. Мужчина с ней сейчас живет. Там она беременна, дочка от него, пятый месяц. Как бы. Ну, опять же, идете ко мне, готовьтесь к правде. Я не буду там всю сумасе, там вот это вот все вот, тролливали, а мы вас наебали, как говорится. Мне это не надо. Меня высшие силы по голове не погладят, если я спежу вам, что есть на вас порча или приворот. Обратилась другая баба, говорит, на мне порча, блядь, чтоб я с ума сошла, на мне мороки, чтоб я сдохла. Сколько вам заплатить, чтобы вы с меня сняли? Я ей говорю, Елена, я не буду с вами работать, у вас нету ничего. Она говорит, вы хуёвый специалист от того, что я ей не набрехала. А вот сейчас, а я уверена, что она пошла к тем, которые для них главное только деньги. Понимаете? Она, наверное, наткнулась уже на таких, не раз заплатила за обман. Я ей говорю, Елена, нету на вас морок, а нету порчи. Как нету, мне плохо, и у меня галлюцинации, начинает плакать, и голова болит, и панические атаки, и физические симптомы, и всё-всё-всё. Я ей говорю, нету на вас порчи. Говорю, нету. Она говорит, всё понятно. То есть обиделась и ушла. Ну, такая, да, вот. Ну, это было просто психическое расстройство. Я обратилась, я говорю, точнее, а я ей говорю, обратитесь в девятую палату. Она говорит, ну, помогите мне, пожалуйста. Я говорю, ну-ка, ну, нету на вас порчи. Чем я могу вам помочь? Навести на вас порчу, её снять? Она говорит, ну, пожалуйста, дайте мне какое-то зелье. Я говорю, твоё зелье фенозепам, где тебя будут колоть в психиатрической больнице. Ты больна, психически реально больна баба. На ней нет порчи, она просто ебанашка. Вот действительно, такое бывает. Я её не осуждаю. У неё трое детей, она мать-одиночка, как бы, мать недавно умерла, у неё это всё я видела на раскладе, да, как бы. Она просто ёбнулась психикой, но на ней нету порчи. Вот и всё. Весь расклад. Понятно, по какой критерии я работаю. Я не буду говорить, вот, если вы мужчине не нужны, вы обращаетесь ко мне. Я говорю, вы ему не нужны. А я рассказывала, был такой случай, обратилась ко мне одна баба, вот, она была очень богатая, с ней жил мужчина, который пристроился за её счёт, и она говорит, что вы можете мне погадать. Я ей погадала, говорю, а вы сейчас, где сейчас? Она говорит, я уехала в Ростов. А я говорю, у вас есть такой частный дом большой? Она говорит, конечно, у меня свой бизнес, у меня три частных дома. Я говорю, ну, едьте туда, говорю, во второй частный дом, говорю, потому что ваш мужик там трахает бабу. Она говорит, это всё неправда. Ну, поехала. Съехала с рейса и поехала. В итоге она приходит, и было три часа ночи, она мне звонит в 3.30, где-то так, да. Мария-то, я зашла, говорит, и он там трахает нашу соседку. То есть я такие картины вижу. А вот. Как бы. Она мне потом говорит, можно ли его как-то наказать? Я ей говорю, да, можно. Но это нужна диагностика. Потому что я не буду. Надо смотреть, под какой человек защита и какие его слабые стороны, какая порча его трахнет. быстрее, да. Тем более она хотела не на смерть, а на болезни. Это всё диагностика. Вот. Но мы там потом с ней разобрались. Вот так. Ну, в общем, вот всё. Я вам всё сказала. Была рада вас всех здесь видеть. Всем благ, здоровья, главное здоровья. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова